Смузи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Люди в современном обществе все больше и больше стремятся употреблять в пищу здоровые продукты. И поскольку мы заботимся о здоровье своего тела, о здоровье своего ума и сознания, мы каждый день кушаем бездрожжевой, домашний, приготовленный в домашних условиях хлеб. У многих современных хозяек, наверное, пугает приготовление домашнего хлеба. Сегодня мы развеем миф о сложности приготовления хлеба в домашних условиях. Для этого нам потребуется полстакана закваски. Закваску я сделала заранее. Для этого мне потребовалось пол-литра молочной сыворотки или прокисшего кефира. И также два стакана муки грубого помола. Их мы смешиваем и оставляем на 24 часа. Из получившейся смеси мы берем полстакана закваски. Наливаем смесь в миску. Добавляем сюда два стакана муки грубого помола. Также вы можете использовать муку ржаную либо белую. Теперь добавляем пол-литра воды. Далее все перемешиваем венчиком. Не только вода передает настроение и информацию, но также и продукты, содержащие злаковые культуры. Поэтому при приготовлении хлеба очень важно находиться в хорошем расположении духа. Получившуюся смесь, закваску, мы отставляем на 6-12 часов в теплое место. Итак, наша опара готова. Женя, а что будет, если опара перестоит? Это совсем не страшно. Если опара перестоит на час больше, то хлеб может дать кислоту. Но чтобы от нее избавиться, в тесто добавьте щепотку соды. Теперь мы из опары забираем полстакана закваски для следующего приготовления хлеба. Эти полстакана мы убираем в холодное, темное место, например, в холодильник. И храним его до следующего приготовления хлеба. Максимум эта закваска может храниться неделю. Но вы можете ее подкармливать с помощью воды и муки. В оставшуюся закваску мы добавляем 2 стакана муки. Тут уже можно экспериментировать. Либо это мука грубого помола, либо это ржаная мука, либо это стакан ржаной муки, стакан муки грубого помола. У кого на сколько хватит фантазии. Добавляем 2 чайные ложки соли. А сахар используется вообще, Женя? Нет, сахар здесь не нужен. В хлеб мы можем добавить также и изюм, кардамон, кмин, семечки. Очень полезные семена кунжута. В общем, все, что вы считаете вкусным и полезным. Тесто должно быть густым, либо оно должно быть жидким все-таки. Тесто должно быть гуще, чем на оладья, но при этом оно должно легко перемешиваться ложкой. Если тесто получилось густоватым, можно добавить немного воды. Тесто для хлеба готово. Теперь мы смазываем маслом форму для выпекания. Выложив тесто в форму, ставим формочку в теплое место. Я это делаю около зажженной комфорки. Ждем, когда наше тесто поднимется. Оно должно увеличиться примерно в 1,5-2 раза. Теперь мы отправляем его в духовку. Предварительно нагрето до максимальной температуры. Убавляем до 200 градусов. Время выпекания у каждой хозяйки будет индивидуально. Я пеку хлеб 50 минут при температуре 200 градусов. Вот хлеб готов. Выкладываем его в полотенце. Он какой ароматный. Хлеб мы заворачиваем в полотенце и оставляем в таком виде некоторое время для того, чтобы хлеб отдал влагу. В венческой культуре, когда хлеб немного постоял, его принято осветить на алтаре. При этом воспеваются благоприятные молитвы. Домашнего бездрожжевого хлеба Для первой закваски молочная сыворотка или кислый кефир, пол-литра, мука грубого помола, 2 столовые ложки. Полученную массу ставим в теплое место на 24 часа. Для последующих приготовлений закваски вам потребуется закваска, половина стакана, мука грубого помола, 2 стакана, вода, пол-литра. Оставляем закваску на 6 часов до появления пузырьков. Полученную опару делим на две части. Для следующей выпечки оставляем полстакана закваски и убираем в холодное и темное место. В оставшуюся часть добавляем 2 стакана муки, 2 чайные ложки соли. По желанию в тесто можно добавить специи, кориандр или литмин, семечки, отруби или изюм. Ставим тесто на 1 час в теплое место для того, чтобы оно поднялось. Выпекаем хлеб при температуре 200 градусов в 45-60 минут. Вот мне скажешь хлеб бородинский, сразу же подумаю о России. Скажешь пицца об Италии. А если реки Алеппе? Ну это Финляндия, как ни крути. Вам это ни о чем не говорит? Так это ж национальная выпечка этой страны. А вообще в мире полно хлебных мест. Хит-парад таких мест и самых известных видов национальной выпечки вам сейчас и представлю. На 10 месте хит-парада самых известных видов национальной выпечки располагается реки Алеппе. Это мудрое слово в переводе с финского означает всего-навсего хлеб с дыркой. Отдаленно напоминающий наш бублик, с той лишь разницей, что дырка здесь маленькая, а тесто ршаное. Чтобы испечь вкусную булочку, совсем не нужна пшеница или какие-нибудь другие злаки. Бразильцы с успехом заменяют их тапиокой. Крупу из корней кустарника маниока и делают из нее пауда кежо. Девятое место хит-парада. В тапиоке много крахмала, так что тесто получается очень эластичным. Восьмое хлебное место отдаем обжаренной в кипящей масле лепешки Лангоша из Словакии. Она попала на стол жителей Балканского полуострова от покоривших их когда-то турок, а те, в свою очередь, получили ее в наследство от византийцев. Теперь словаки с удовольствием поглощают эти круги из дрожжевого теста, натерев их чесноком, полив сметаной и посыпав сыром. Этот серьезный продукт из држаной муки грубого помола очень основателен. Чтобы его приготовить, зерна ржи для муки долго вымачивают, сам же хлеб пекут целые сутки. За это Пумперникель заслужил седьмое место хит-парада. Хранится он несколько месяцев и даже лет. В Вестфалии сегодня работает пекарня, в которой Пумперникель штампует с 1570 года. На шестом месте закрепился греческий бублик Кулури. В отличие от российского собрата, он более тонкий и хрустящий, к тому же щедро обсыпан кунжутом. Купить его можно не только в пекарне, но и у продавца Кулурды, с которой возят по улице тележку с бубликами. У многих тюркских народов любой хлеб обозначают словом «нан». А вот в Индии есть разновидность пшеничной лепешки, испеченной в тандуре. Наан. Пятое место. Наан мягче, чем известный нам лаваш. Секрет успеха в том, что в тесто добавляют пряности и йогурт. Наан можно начинить фаршем или овощами, но гораздо приятнее закусывать этим пресным хлебушком какое-нибудь острое индийское кушание. На четвертом месте. Вуаля! Французская бриошь. Согласно легенде, узнав о голоде французских крестьян, легкомысленная Мария Антуанетта заявила, если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Королева посоветовала поданным налегать бриоши, сладкие булочки из домного теста на пивных дрожжах и масле. Сейчас под видом бриоши вам могут подсунуть любую издобу, но правильное изделие легко отличить. Оно словно слеплено из нескольких шариков. Чтобы добиться такого эффекта, кондитер месье бриоша, он-то и придумывает цепь булочки, перед выпечкой выставлял тесто на мороз. Выпечка из Италии в тройке лидеров. И это вовсе не пицца, а круглая лепешка фокачча, которая считается бабушкой пиццы. Она потолще внучки и запросто обходится без начинки. Главное в фокачче – пресное дорожевое тесто, оливковое масло и ароматные травы. Прежде всего базилик. Можно еще добавить вяленые помидоры, лук, оливки, сыр и даже ягоды. Но для настоящей фокаччи это совсем не обязательно. Второе место – хала, Израиль. Хлеб из добного теста правоверные иудеи едят не когда попало, а по субботам – шаббат. В этот праздничный день нельзя работать, в том числе и готовить, поэтому еврейские хозяйки делают халу заранее. В древности халой называли первую порцию свежей выпечки, которую полагалось принести в жертву Богу. И до сих пор есть традиция отделять от теста кусочек и сжигать его. И лидером хит-парада становится известный всем лаваш. Эта пресная пшеничная лепешка бывает тонкой и пухленькой, овальной и прямоугольной. Право считаться изобретательным лаваша оспаривают представители многих кавказских стран, но самая популярная версия относит его к армянской кухне. Лаваш можно использовать как оболочку для разных начинок – от сыра и зелени до мясной стружки. Хит-парад, конечно, мировой. Но почему в этот список не попала российская выпечка? Бублики, там плюшки, куличи. Кстати, о куличах – вопрос от телезрителя. Как сделать глазурь в домашних условиях? Все вопросы к шеф-повару. Для приготовления глазури нам понадобится яичный белок, который мы будем смешивать с сахарной пудрой. Глазурь нужно делать из расчета где-то на 100 грамм сахарной пудры, 2 белка. Можно получить шоколадную глазурь, добавив немножко какао-порошка и немножко масла. Теперь взбиваем до однородной массы, пока у нас сахарная пудра не растворится окончательно в яичном белке. Так бы сделал шеф-повар. Если и у вас есть вопросы, присылайте их на сайт tvtola.ru. Ответим, напишем, покажем. Ну что мы все о хлебобулочных изделиях? Их содержание в рационе вообще хорошо бы ограничить, особенно летом. Сейчас лучше есть побольше витаминов, фруктов, овощей или пить смузи. Для приготовления смузи нам потребуется всего лишь блендер и сами ингредиенты, соответственно. В стакан для блендера мы добавляем лед и все остальные ингредиенты. Это будет у нас йогурт банановый, так как мы готовим банановый смузи, приблизительно 100 грамм. Дальше мы добавляем сам банан и молоко. Также мы добавляем сахар, 10 грамм. Смузи появился в Калифорнии в 30-х годах прошлого века, но стал популярным только в 60-х годах. В России он появился пару лет назад всего и набирает популярность. Начнем приготовление. Плотно закрываем крышечек и ставим блендер. В течение 30 секунд блендер перемешивает его. И наш банановый смузи готов. Вливаем его в высокий стакан. И ставим в него тонкую соломинку. Наш смузи готов. Смузи – напиток для тех, кто ведет здоровый образ жизни. По сути, смузи – это фруктовый коктейль, но очень густой. Отличие смузи от обычного коктейля в том, что готовится он не из соков, а из пюре или из фруктов целиком. Значит, в смузи содержится значительно больше клетчатки. И, как следствие, он очень полезен для пищеварения и вообще. А вы пейте то, что вам нравится, и открывайте новый вкус вместе с нашей программой. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин